МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события о том, что происходит в Самаре, расскажут наши корреспонденты и я, Олег Зверев. И вот главная тема выпуска. День памяти и скорби. Ровно 75 лет назад началась Великая Отечественная война. Никто не забыт, ничто не забыто. В Самаре открыли памятник жертвам блокады Ленинграда. Все на пляж. На Самарской набережной установили пандусы для инвалидов на колясках. Свежий асфальт, тротуарные плитки и вокруг цветы начался комплексный ремонт улиц Осипенко и Лесной. Битва Тимура и Тахтамыша в Самарской области разрабатывают туристический маршрут к месту исторического сражения. Скорбная историческая дата. Ровно 75 лет назад началась Великая Отечественная война. Во всех республиках бывшего Советского Союза сегодня проходят памятные мероприятия. Война унесла миллионы жизней наших соотечественников. Сегодня, в День памяти и скорби, воинов-освободителей чествуют повсеместно. В Самаре торжественные мероприятия прошли на площади Славы у монумента Скорбящей Матери. Алина Чемерис подробнее. Эти слова ровно 75 лет назад услышали миллионы советских людей. Сразу стало понятно, кроме победы, другого пути нет. Гумеру Кадыровичу Сагирову тогда было 12. Трое его старших братьев ушли на фронт добровольцами. Сам он без устали трудился в колхозе. Вспоминает, пахали, сеяли, собирали урожай. Работали ради тех, кто на передовой стоял насмерть. Народ был как единый. Единый народ работали. Помогали, как говорится, воевать. Люди трудились. Везде, где бы ни было. И заводы, и фабрики, колхозы, совхозы и так далее. Это очень был такой, как родные все были. Мечты Гитлера о молниеносной войне разбились о мужестве и стойкости советских солдат. План Барбаросса с грохотом провалился, принеся Германии не блистательную победу, а полный разгром. Захватить страну не удалось. В том заслуга и куйбышевцев. Более полумиллиона наших земляков защищали родину с оружием в руках. Каждый второй не вернулся домой. Почтить память воинов-освободителей на площадь славы пришли сотни человек. Несмотря на жару, ветераны надели форму и ордена. Звуки государственного гимна слушают стоя. Победа в Великой Отечественной войне и сегодня остается для нас главной ценностью. Это источник нашей национальной гордости, духовный стержень нашего народа. Наш долг – крепить обороноспособность страны, помнить о павших и проявлять неустанную заботу о ныне живущих ветеранах. На примере защитников Отечества того времени воспитывалось молодое поколение. Моя армейская служба, участие в военных конфликтах показало, что наши мальчишки сегодня ничем не хуже, чем те, которые были в 41-м году и в 45-м. Они также готовы сражаться за Родину, терпеть невзгоды, воевать, закрывать грудью своих командиров и защищать свою Отечество, свою Родину. Завершился торжественный митинг возложением цветов к Вечному огню. Дань памяти победителям отдали губернатор Николай Меркушкин, глава Самары Олег Фурсов, председатель городской думы Галина Андреянова. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. День памяти и скорби ветераны предпочитают проводить вместе, несмотря на то, что воспоминания о войне для них болезненны. Этот день они еще и еще раз приживают каждое слово страшного сообщения о начале Великой Отечественной. Вместе с ветеранами день провела Марина Матвейшина. День, после которого мир никогда не будет прежним. Июньское утро 41-го года помнят все, кто был свидетелем того страшного сообщения о нападении фашистов на Советский Союз. Даже те, кому на тот момент было всего 4 года. Хотя детские воспоминания обрывочные, но очень яркие, говорит Раиса Беспятова. Мы ночевали, я помню, на полу спали, это школы, школы, и там крысы бегали, они голод чувствовали, и родители не спали, носы могли отгрызть нам. День памяти и скорби участники боевых действий, дети войны, блокадники и труженки тыла провели вместе. В Доме офицеров их приветствует губернатор. Николай Меркушкин отмечает, Куйбышев внес огромный вклад в победу в Великой Отечественной. Это и самолеты Ил-2, и артиллерийские снаряды, и топливо для военной техники. В этом году по распоряжению губернатора учрежден памятный знак «Куйбышев – запасная столица». Мы должны сделать все, чтобы эта победа в умах, в сердцах людей осталась навечно. Потому что это то, которое будет поднимать и дух, поднимать настрой, поднимать мощь нашего государства. И будет на этой основе, на основе этих примеров, этого примера, мы отстоим всегда и независимость нашей Родины, и обеспечим людям в итоге свободную и достойную жизнь. Для ветеранов в Доме офицеров дали концерт, где исполнили военные песни. Зрители в зале не остались безучастны и подпевают арсистам на сцене. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. А в Самарском парке Победы открыли мемориал погибшим защитникам и жителям блокадного Ленинграда. В годы войны от голода и обстрелов в городе погибло 700 тысяч человек. Сегодня в парке воспоминали о те страшные 900 блокадных дней. На торжественном открытии памятника побывала Лариса Шлафаст. 900 дней голода, страха и надежды. В осажденном Ленинграде в 41-м оставалось почти 2 миллиона человек. По дороге жизни через озеро Ладога удалось эвакуировать часть жителей. В Куйбышев привезли больше 2000 детей, ставших сиротами. С 90-х годов в Самаре существует общественная организация жителей блокадного Ленинграда. Они много лет хотели установить мемориал в памяти погибших. И вот мечта сбылась. Всем ныне живущим и павшим смертью храбрых посвящается... 75 памятников по России уже установлены блокадникам. То есть установлены там, куда были эвакуированы блокадники. И остались до конца жизни в этих местах. Вот они устанавливают эти памятники. Понимаете? То есть как память о Ленинграде. Как память о своих родных погибших, умерших в блокаду. Как память о той трагедии, которая произошла в Ленинграде. Скульптурная композиция состоит из нескольких частей. Две двухметровые плиты символизируют глыбы льда. Борельеф между ними – дорога жизни. Выполнен монумент из гранита, привезенного из Санкт-Петербурга. Над мемориалом работал с особым чувством, признается скульптор Иван Мельников. Я очень люблю этот город. И те чувства, которые переживали жители Ленинграда блокадного, они мне знакомы. И я общался с этими людьми. Они очень приятные, добрые люди, пережившие такое в детстве. Много стоит. И мне приятно было сделать эту работу. Инициативу общественной организации поддержала городская администрация. Установить мемориал было решено в Парке Победы. В городе появилось новое место для преклонения, для проведения памятных мероприятий. Это дает повод рассказать молодому поколению о тех трагических днях и героических днях, которые пережили защитники и жители Ленинграда. Ну и, конечно, воспитать в них чувство патриотизма и гордости за нашу страну. За активную патриотическую работу и общественную деятельность члены районных отделений общественной организации и жители блокадного Ленинграда получили памятные знаки «Куйбушев запасная столица» и благодарственные письма главы города. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Они сражались за родину. Мемориал с таким названием открыли сегодня во дворе 92-й Самарской школы. У памятника интересная история. Долгое время он был в заброшенном состоянии. Вторую жизнь ему подарил поисковый отряд школы-музея. С торжественной линейки репортаж Сергея Кизоркина. Ученица пятого класса Клеопатра Мавсисян сегодняшний день, говорит, запомнит на всю жизнь. Благодаря ее поисковому отряду при 92-й школе Октябрьского района открыли мемориал «Они сражались за родину». Два года назад следопыты случайно наткнулись на памятник солдату Великой Отечественной войны. Дети не только помогли реставрировать и установить монумент, но и создали мемориал. Изучали архивные документы, знают судьбу каждого солдата, имя которого высечено на звезде. Мы были у ветерана Тринина Александра Ивановна, и она показала из ее окна, был виден старый вообще заброшенный памятник в грязи, в бутылках, в мусоре. И она сказала, что она будет рада, если мы его приведем в хорошее состояние. И мы очищали этот памятник с гордостью чуть-чуть, потому что мы знали, что мы поможем этому памятнику, и он будет у нас стоять в школе. Памятную стелу они сражались за родину установили на одном из предприятий Октябрьского района в 80-х годах прошлого века, к юбилею Великой Отечественной войне. В 90-х о мемориале забыли. Памятник мы нашли на территории автоколонны, которая расположена здесь недалеко. Дело в том, что там велись строительные работы. Тут таблицы с именами, они были мраморные, и они находились в не очень хорошем состоянии. Поэтому памятник оригинальный, а звезда, на которой высечены эти имена, это новая. Создавали новый мемориальный комплекс всем миром. Одно из городских предприятий сделало звезду с именем героев. Другие благоустроили место будущего комплекса. Открывали памятник школьники, ветераны и представители городской власти. Это день олицетворения духа советского, российского народа. Это день, который сплотил всех нас, который уже на протяжении 75 лет показывает всему миру силу нас. Причем силу не оружия, силу не каких-то технологий, а силу именно человека. Народ, который чтит память свою, не победит никому и никогда. Сегодня мы не просто вспоминаем о войне, но и возвращаем к жизни памятник героям, который когда-то в годы СССР стоял на одном из предприятий. Поэтому спасибо вам большое, ребята, за то, что вы по-настоящему думаете о сохранении исторической памяти. Мемориал «Они сражались за Родину» стал местом не только памяти погибшим солдатам в войне с фашисткой Германией, но и местом торжественных событий школы и Октябрьского района. Здесь будут принимать первоклассники, проходить выпускные вечера и отмечать государственные праздники. Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События. Особые настроения сегодня на международном форуме Иволга. На Мостряковских озерах прошли акции «Бессмертный полк» и «Свеча памяти». Вместе с участниками форума рассвет встречала Юлия Черняева. В эту памятную ночь на форуме Иволга было не до сна. Разговоры с шепотом, воспоминания о прадедах, светлая грусть на лицах. К половине четвертого утра на главной площадке фестиваля собрался весь лагерь. Фотографии погибших на войне родственников участники форума в этом году собирали со всего региона. В «Бессмертный полк» с гордо поднятыми транспарантами встали и русские, и французы, и китайцы. На портрете изображен мой прадедушка Никифоров Алексей Васильевич. Он воевал под Ленинградом, как раз освобождал оккупированный Ленинград. И там была интересная история. Именно там он познакомился с моей прабабушкой. Сейчас серьезные эмоции и грустные. Мне кажется, это очень нехорошее. И я буду рассказывать с моими друзьями. Многие из пришедших к реке не смогли сдержать своих слез, когда венки коснулись воды, а в небо устремились сотни белых шаров. Уже утром прошел военно-исторический квест «Брестская крепость». Кроме состязаний по поисковой работе, участников ожидали соревнования по военно-прикладным видам спорта и оказанию первой помощи. 75 лет с начала Великой Отечественной войны. Такая не праздничная, но это дата памяти, надо знать. И в 4 часа утра мы, собственно, привязались ко времени начала войны и мы решили начать этот квест. Сегодня на форуме «День героев» и героев той самой страшной войны и героев нашего времени, настоящих защитников Родины. Отряд спецназа из Тольятти покорил участников своей смелостью, выносливостью и быстротой реакции. Юлия Черняева, Артем Сулайманов. События. Больше 2 миллиардов рублей для обновления 73-х городских дорог. Такая сумма выделена из консолидированного бюджета. В настоящее время ремонт дорог вступил в активную фазу во всех 9 районах города. Глава Самары Олег Фурсов подчеркнул, что теперь к качеству и срокам исполнения дорожных работ будут предъявляться повышенные требования. Гарантии на работы подрядчика 5 лет. Если в течение этого срока будут обнаружены недочеты, подрядчик должен будет устранить их за свой счет. Вместе со специалистами в рейд по ночным дорогам отправилась Мариана Мирная. Пройду по Абрикосовой, сверну на виноградную, на Осипенко в полночь я уложу асфальт. Но не я, конечно, лично, а дорожные рабочие, которые уже успели положить новое дорожное покрытие по одной стороне. Другая на очереди, но уже совсем скоро автолюбителей будет радовать ровное и гладкое дорожное полотно. Улица Осипенко от Мичурина до Лесной преображается на глазах. Фрезеровочная машина срезает верхний слой асфальта, укладывает выравнивающий слой. Работают в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта. Когда закончат с проезжей частью, возьмутся за благоустройство прилегающей территории. На объекте планируется до 30 сентября текущего года выполнить работы по комплексному его благоустройству. Ремонт проезжей части, замена бортового камня, ремонт тротуара с сравнением асфальтно-бетонного покрытия и плиточного покрытия, замена средств организации дорожного движения, барьерного ограждения, пешеходных и транспортных светофоров, тактильная плитка. Сумма контракта на ремонт Осипенко – 163 миллиона рублей. За эти деньги комплексно отремонтируют больше 26 тысяч квадратных метров проезжей части и 24,5 тысячи квадратов тротуаров. Будет выполнен ремонт пешеходного бульвара на улице Осипенко, а также сквера на площади Героев 21-й армии. В ремонте сейчас и улица Лесная. Здесь также меняют асфальт, инженерные коммуникации и бортовые камни. Качество работ контролирует МБУ Дорожное хозяйство. После укладки выравнивающего слоя производим лабораторные кернения. Керны отдаем в лабораторию для испытаний. После испытаний, если положительные, то допускаем разрешение на укладку верхнего слоя. В момент работы нареканий в основном нет. Если какие-то замечания находим, подрядчик устраняет буквально на месте. К контролю подключились представители общественного совета при Департаменте городского хозяйства и экологии и администрации районов. С основным объемом дорожных работ планируют справиться уже к 20 августа. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других темах дня. С 1 июля зарплата сотрудников автоваза вырастет на 6%. Это решение было принято на заседании согласительной комиссии завода после продолжительных переговоров между профсоюзной организацией и администрацией общества. Такое решение озвучил президент компании Николя Мор. В Самаре задержан лидер межрегиональной ОПГ, которая занималась торговлей наркотиками. По данным силовиков, в Самару житель Севастополя Николай Павлов приехал, чтобы наладить канал поставки зелия и психотробных веществ на территорию Республики Крым. При обыске у мужчины был изъят амфетамин и кокаин. Позже с этим же наркотиком были задержаны еще двое членов ОПГ. Возбуждено уголовное дело. В Самаре участник ЕГЭ по физике был удален за то, что пронес на экзамен мобильный телефон. Экзамены по химии и физике в Самарской области сдавали более 5000 выпускников. Из них химию сдавала только треть, остальные – физику. Результаты экзаменов будут объявлены участникам не позднее 4 июля. А нарушителя ждет пересдача. Кроме того, предстоит выяснить, как он смог пронести телефон в аудиторию. Департамент управления имуществом городского округа Самары информирует о проведении торгов. 28 июня на продажу будет выставлено муниципальное имущество. Подробную информацию можно получить по телефону 335 25 27 на сайте городской администрации, а также на официальном сайте Российской Федерации о проведении торгов. В Самаре построят две новые спортивные площадки. Планируется, что спортсооружение появится в Кировском районе на пересечении улиц Транзитной и Чекистов и в Советском районе на улице Аэродромной около 66-й школы. Две спортплощадки с покрытием из искусственной травы обойдутся бюджету в 12 миллионов 200 тысяч рублей. Если объявленный конкурс на их строительство завершится успешно, спортсооружение появится до 31 августа. Самарские ученые-краеведы проводят исследования, которые могут завершиться сенсационным открытием. Они уверяют, что готовы точно указать место, где произошла битва Тамерлана и Тахтамыша. Сражение 14 века долгое время оставалось самым масштабным в истории. По времени и размаху боевых действий его превзошли только битвы Второй мировой войны. Когда историки завершат работы, в регионе может появиться новый и, как надеются исследователи, популярный туристический маршрут. Сергей Кизоркин тоже прошелся по историческим тропам. Точного места, где произошла битва узбекского войска Тамерлана с армией Золотой орды Тахтамыша, никто не знает. Местные краеведы уверены, лагерь татар был в Кошках, лагерь узбеков у деревни Кочкари Красноярского района. Чтобы восстановить полную картину минувшей войны, за дело взялся самарец Александр Назаров. Я себе все время задумывался, почему вообще битва здесь состоялась. На мой взгляд, если говорить кратко, причины две. Личный конфликт Тахтамыша и Тимура. И второе, здесь проходил самый северный караванный путь. Там был другой караванный путь с Тамарканда в сторону современной Астрахани. И второй проходился через современный Иран. И здесь, конечно, был путь более безопасный, потому что там были воины всегда. И безопасность караванных путей – это бизнес. Памятный камень указывает место стоянки Тамерлана у деревни Кочкари. Протяженность границы – 32 километра по рекам Сок, Кундурчан и Рву, которые соединил две эти водные артерии, образуя укрепрайон. Впечатляет и масштабное сражение – поле битвы 20 на 40 километров. Аэропорт Курумыч как раз попадает в эпицентр исторических событий. А сейчас это главные воздушные туристические ворота региона. Поэтому краеведы решили построить мемориал Тамерлана Тахтамыша именно в этом месте. Эта битва не только являлась одной из самых крупных на Земле и на нашем континенте точно, по крайней мере, до 1941 года, но и явилась отправной точкой для возрастания могущества российского государства. Тамерлан выставил профессиональное войско. У Тахтамыша большую часть армии составляли ополченцы, поэтому исход сражения был очевиден. Победу одержал Тамерлан. Сегодня краеведы решили ударить автопробегом по местам боевых действий – Курумыч, Елховка, Кандебулак. Мы хотим сделать, организовать туристический маршрут, уже посмотреть конкретно какие-то точки, определить направление и уже впоследствии создать проект, который, в принципе, я думаю, мы уже через месяц, в принципе, может быть, и запустим. Планируем отснять документальный фильм по этому поводу. Ну и, соответственно, уже в ходе съемок какие-то декорации вот уже потом остаются и используются уже в качестве каких-то туристических объектов. Доказать, что битва Тамерлана и Тахтамыша была не легендой средневековья, а реальным событием, местные краеведы готовы в сотрудничестве с институтами России и Узбекистана. Раскопки предполагаемых артефактов могут начаться в любое время. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. В первые выходные июля традиционно пройдет 43-й Грушинский фестиваль. Заезжать на Поляну гости смогут уже с 29 июня. Фестиваль будет посвящен знаменательным датам. Это 55-летие первого полета человека в космос, 165-летие Самарской губернии и год кино. Девиз нынешнего фестиваля «Дорогу молодым» среди участников заявлено много начинающих бартов. Выступят и знаменитые артисты Евгений Евтушенко, Никита Высоцкий и Олег Митяев. Приедут и иностранные исполнители. Ожидается, что фестивальную поляну посетят больше 30 тысяч человек. Будет работать 11 концертных площадок. Одна из них поэтическая. Въезд на Мострюковскую поляну будет платным – тысяча рублей с машины. Эта мера вводится, чтобы не перегружать территорию автотранспортом. Добраться до фестиваля можно будет и на электричках. К началу Грушинского пусть и дополнительные рейсы. Основная цель – это все-таки ограничить въезд транспорта. То есть лесные поляны, к сожалению, не столь приспособлены к приему огромного количества транспорта. Мы просим людей объединяться, пользоваться электричками. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Спонсор программы – капли Акуметил. Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил – здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Велосипедистка Алена Затеева выступит на первенстве Европы. Самарцы привезли семь медалей со всероссийских соревнований по греко-римской борьбе. Легкоатлеты областной столицы тоже не подкачали на турнирах всероссийского и регионального уровня. В Подмосковье прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике. Анастасия Николаева прибежала второй на 100-метровке с барьерами, уступив чемпионке Екатерине Галецкой всего 0,18 секунды. А на первенстве Самарской области юниоры из столицы региона заняли весь пьедестал почета в беге с барьерами на 400 метров. Чемпионка Яна Мушкаева, второе место Марина Морозкина, третий – Александр Изадеров. На чемпионате России по греко-римской борьбе в Грозном третье место занял Жамбалат Лакьяев. Золотая медаль у питерца Ибрагима Лобазанова, серебро краснодарца Степана Марьяняна. А вот в Соликамске самарцам повезло больше. На всероссийских соревнованиях чемпионами стали Халит Акаев и Максим Скуратов. Второе место у Вячеслава Кузнецова. Третья ступень пьедестала почета у Виталия Кулезнева и Максима Жилкина. Алена Затеева выиграла командную гонку «Преследование» в Санкт-Петербурге. На первенстве России повела спорту на треке. Теперь чемпионка поедет на первенство Европы. Какой результат в гонке покажет самарка, будет известно 12 июля. Старт намечен в Монтикьяре, Италия. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Таковы события дня. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин